здравствуйте сегодня я хочу показать уникальный метод размножения замиокулька со листами как из одного листа можно получить до 6 новых клубней такой метод подойдет для тех у кого имеется мало листиков мы хотели бы как можно больше размножить замиокулька с листами например из одного листа можно получить до 6 клубней я вот посеяла таким интересным способом контейнер сразу разложила 5 новых листиков смотрите прошло полтора месяца после данного метода и какая довольно пышная уже корневая имеется и вот плохо пока вина еще я потом покажу когда помою сколько много там картошечек и также в конце видео я покажу как размножать таким способом как сделать так чтобы у вас получилось как можно больше клубней сразу добавлю что свои листы я вижу под фитолампами мне тут в комментариях написали чтоб я видео упоминал о том что мои растения стоят под фитолампами не все правда растения но именно замиокулькус у меня стоит под лампами также герань у меня стоит под лампами остальные растения я держу просто возле окна даже не на окне потому что постоянно открыты а так как я живу в сибири у нас тут минус 20 в целом еще поэтому вот еще один интересный способ я решила попробовать разложить листы горизонтально то есть их можно ставить не только вертикально но и горизонтально лежа кстати горизонтальный способ он намного эффективнее чем вертикальный то есть вы кладете лист боком и тоже размножаете таким вот интересным способом чтобы у вас было много картошечка как получить много картошечки я еще вам расскажу обязательно оставайтесь со мной единственный этот метод и если вы будете использовать он как бы вам сказать картошки появляются растут намного медленнее например если вы листик укоренили то первая картошечка может появиться уже через три недели максимум через месяц полтора а если вот обратить внимание картошечки давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 даже там 7 маленькая виднеется в общем этот метод он удлиняет срок созреваете картошечка то есть этим этому листику полтора месяца да и вот у него сколько клубни какие еще маленьких это корневая большая да я также свои листы когда их укореняю я их подкармливаю я об этом уже говорила давайте повторюсь я вношу иногда монокалий фосфат для того чтобы наращивать именно корневую систему и клубни у зумиакулькасов надо 1 грамм монофосфата калия на 1 литр воды чем замерить у меня ювелирные весы можно взять шприц и отмерить 1 миллилитр удобрения то есть вот такой не хитрый способ поможет вам увеличить количество картошечек на листики единственное что я уже хочу заметить что к такие картошечки намного медленнее растут потому что лист тратит на них гораздо больше ресурсов если бы например наращивал одну картошечку также я еще напомню что мои листы стоят под фитолампой если это важно фитолампа розового свечения на 18 ватт небольшие лампы я держу свои листики там для того чтобы наращивать корневую систему на окне не держу потому что на окне холодно на постоянную проветривание что мы растение дышали окна очень холодно вот видите как много корней очень много 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 полтора месяца листиком также я укоренял а варигатный замиокулькас давайте наверно похвастать покажу что ли вам эти листы очень дорогие 1 листик варигатного замиокулькаса стоит около 1000 рублей по крайней мере у нас укоренял я 17 января то есть прошел ровно месяц картошечки еще небольшие видите корневая тоже небольшая но есть ну то есть месяц листы были большие у варигатного смотрю очень крупные листы стаканчики на 100 миллилитров они не вошли вот этот крупная достаточно картошечка для месяца и вот тут еще две картошечки то есть такой метод подходит для любого замиокулькаса будет аваригатный тоже есть вот смотрите черный черный у меня замиокулькас аравы обратите минимальный цвет листьев вот это обычный замиокулькас молодой лист а это вот черный слева обычный черный вот видите у него там детка начала появляться я реанимировала данное растение и у меня начали появляться детки давайте я покажу как правильно укоренять листы что получить намного больше картошечка сколько разрезов вы сделаете на листе столько будет картошечка только учтите чем толще будет вот этот вот стволик прожилка на листе обязательно дырочку сделать смотрите берете канцелярский нож обработайте его перед все водорода и делайте небольшие разрезы можно почаще делать можно пореже а листик лучше брать бог большой толстый мясистый вот тогда картошечки будет мощнее обратите внимание если обращали внимание что чем выше к листу тем картошки совсем мелкие поэтому старайтесь на стволике на жирном вот этот делать небольшие разрезы разрезы делаем глубокие также чтоб там дырочка внутри было то есть проверяем на сквозь что была дырка вот такая можно даже дырочку сделать вот я сделала три разреза достаточно выше можно не идти вы можете по всему листу сделать такие также на конце тоже появляется всегда клубе ну и что делаем сажаем подбираем небольшую емкость 100 миллилитров проверили что заходит и делаем тут я сделала грунт у меня тут 50 процентов торфа нейтрального агроболт синий и 50 процентов вермикулита он увлажнен уже с эпином 4 капли эпина на 500 миллилитров воды и смешиваем то я добавила вермикулит то грунт у меня стал сухой совсем сухой поэтому я попозже все-таки полью растение это расти этот грунт помогает хорошо дышать и хорошо пропускает влагу то есть вот так вот кладем листик и засыпаем его грунтом ничего сложного в этом нет я всегда так делаю грунт можно в принципе использовать любой но я всегда украине автор либо с перлитом либо с вермикулитом все что есть но обычно один к одному все делаю чтобы грунт получился рыхлый вот так слегка можно применять но это не особо важно но я всегда так делаю также листик обязательно поливаем можно полить с монокалием фосфат сразу то есть 1 грамм на 1 литр воды полить вот так вот чтобы у нас листик хорошо укоренился и сразу давал новые клубни зато затем убираем zip пакет и ставим какой-нибудь освещенное теплое место обязательно в теплое если вы хотите поставить на окно то у вас там наверняка холодно поэтому выбирайте где-нибудь какое-нибудь теплое место можно конечно для этого специально купить одну лампу хотя бы установить если вы хотите размножить как можно больше замиокулькасов или цветов можно взять всего одну лампу небольшую у вас поместится вся ваш коллег потому что для укоренения листу обязательно нужно освещение как можно хорошие замиокулькас это южное растение поэтому ему надо солнце ему надо свет чтобы он как бы у него жизненные процессы шли гораздо быстрее тогда он быстрее даст картошку если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена